итак клон бенча 810 по моему аналог пике очень похоже лезвие на их флагман пику некогда был их флагман вот потом почему-то не сняли его с производства что меня очень расстроило но этот более дорогой вариант он с асиксом с асиксом они с бэклоком вот g10 на рукоятке металлические лайнеры ну в данном случае мы имеем дело с склоном с репликой реплика у нас сделаны из d2 не знаю оригинал из чего сделан здесь заявлены d2 на лезвие у нас тон вош можно посмотреть такой приятненький китайцы конечно же испортили своим уродским логотипом но ничего не поделаешь не могут они зачем они делают такой логотип для меня загадка и вообще зачем они делают эти уродские логотипы но если они не могут придумать логотип нормальный почему не делать вообще логотип без этого дурацкого логотипа он смотрелся бы гораздо лучше вот хотя бы вот так написали бы просто d2 как делает например а дай пишет просто марку стали ну ладно сделали сделали нож стоит 37 долларов 37 долларов он стоит с доставкой вот изначально несколько туго открывался клинок вполне нормально но туго совсем немного я ослабил осевой и капнул немного масла как видите нож стал закрываться и выбрасываться достаточно туго все-таки тяжело выбросить за счет того что тяжелое большое лезвие но он выбрасывается в принципе нормально даже без замаха руки то есть вот и закрывается также понтово вот давайте посмотрим вот клин у нас по центру давайте сейчас его покажу по точнее сейчас вот так наверно даже вот клин у нас по центру идет что очень приятно открывается мягко достаточно после этого после того как я смазал его немножко отпустил осевой вот здесь видите он закидывается при отжатом а сексе закидывается очень легко даже можно попроще под собственным весом и под собственно закидывается но достаточно легко закидывается вот здесь у нас такая приятная g10 она без агрессивной насечки но такая цыплючья вот здесь у нас такие резные боночки симпатичные вот что у нас еще интересного интересно что выбиты лайнеры нож весит 150 грамм что очень немного для такого достаточно большого ножа очень так нормально весь здесь наш видите насечка есть насечка не агрессивная вот не хватает если честно вот здесь вот ним нескольких таких острых фасочек чтобы получше нож так сказать хватался стандартная пинчевая клипса клипса мне честно говоря она не нравится на оригинальный клик крыси мне нравится гораздо больше она ну вот такая тоже вполне нормально вот видите вот это углубление такое достаточно большое рукоятка как видите пистолетная что сказывается на хозяйственно бытовых нужных на резе продуктов крайне неудачно в общем это неприятно она начинает хуже резать вот здесь присутствует также вот вот здесь такое небольшое углубление то есть если нож можно силовые какие-то работы делать то он берется вот так вот вот так очень так удобно и вполне им можно прям строгать очень неплохо вот давайте тогда теперь из недостатков лезвие у нас 4 миллиметра спуски идут где-то от середины спуски идут от середины сведен он достаточно толсто это где-то 07 наверно 08 в общем достаточно толсто сведено может быть 06 но за счет того что спуски короткие он например огурец он скорее колит чем режет но так колит в общем вот а так мы имеем классный нож большой удобный достаточно легкий удобный руке вот давайте я сравню его все-таки с флагманом который собственно говоря я и изначально говорил это мини пика от бенча оригинал 100 летней давности нож не мой к сожалению вот нож вот видите с бабочкой у нас бэк локом с прекрасной клипсы уже видите 440 440 си они стоит вот я заказываю вот этот мужик ожидал конечно получить увеличенную версию пики но все таки вот эта пистолетная рукоять и достаточно толстая лезвие в оригинальной пике лезвие где-то 3 миллиметра может даже чуть меньше поэтому вот это сведение такое от середины она в принципе все равно не мешает резать ему вполне нормально вот здесь все-таки лезвие потолще и она уже похуже режет вот так же на оригинальной пике присутствуют завод клипса отличная просто суперская это еще при первое поколение пике которая делалась в тайване не в китае вот и имела прекрасный дизайн такой классные клипсы более новая пика мне меньше нравится и она такая потяжелее немного но и как-то не знаю подержал ей в руках новые что-то на меня не не прелестила вот вот такой вот нож замечательный я жду очень что китайцы наконец-то сделают клон в оригинальной пике желательно еще 10 без накладок а-ля military как они сделали было бы очень хорошо с удовольствием купил так как оригинала нет я с удовольствием и приобрел и полноразмерные мальчика мне нравится то есть маленькая пика вообще отличная и большая тоже но у меня нет ни то ни другой вот ну ладно вернемся к этому ножу нож прекрасный но не прекрасный как неплохой нож пока я не мог не смог вкусить все его так сказать прелести сейчас я им поработаю немножко и расскажу свои ощущения а так собранном сделано очень хорошо за . изначально не бритвен ну то есть волосы он не бреет вот он не бреет совершенно вообще не бреет вот но вполне острота нормальная продукты режет он нормально более-менее вот мягкие помидоры только он залипает вот это я наверное подточу еще потом замок работает отлично люфтов у нас практически нету хотя нет вот небольшой люфтец присутствует такой микро совсем скорее больше неприятный нежели реально мешающий вот он выбрасывается все это красиво все это приятным смотрите как вот этого скруглина g10 вы посмотрите как это все сделано это просто вот уже уровень очень высокого очень качественного ножа такого очень качественной сборки все это как-то приятно все это фасочка снята вот эта фаска например есть но она не острая и как-то все это очень приятно сделано вот вот такой вот классный нож поработаем и я еще расскажу про него вот и хочу добавить ясно со ясно-то вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 так сказать как бы сажало на карман, не у всех такие глубокие карманы но все таки хотелось бы конечно, я ожидал что это будет что то наподобие тайваньской пике от бенча, это несколько другой ножик получился но вот после двухнедельного использования могу сказать что никаких проблем с ним не было лезвие разработалось еще лучше выбрасывается в принципе без проблем правда без всяких звуков то есть без приятных каких-то щелчков один момент выбрасывается вполне просто очень тяжелое такое лезвие 4-х миллиметровое если бы оно было бы конечно потоньше то он бы лучше резал конечно сведение чуть потоньше то он бы резал бы лучше конечно но вот как показала практика строгает он очень неплохо да я бы сказал даже хорошо строгает вот особенно в перчатке вот 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 если вот так вот руку класть то он очень неплохо строгает вот кому нравится такая форма вполне можно брать точно не разочаруетесь за эти 37 долларов то есть это где-то 1300 рублей вот продукт он режет похуже похуже режет продукты возможно надо было сначала подточить его прежде чем резать продукт потому что он был не очень хорошо заточен замечательно вот я считаю конкурент это милитари как в оригинале от спайдерко милитари это бен 6 806 конкурент милитари так и в китайской версии это китайская миля вот у нее тоже не очень тонкое сведение и но вот в руке он лежит все таки поудобней здесь более агрессивная насечка вот и у бенча похуже насечка на менее менее агрессивно и в руке он все-таки как-то я пскал немного не уверенно лежит в отличие от милитари вот но у милитари в обухе то есть продукт он режет милитари получше но строгает деревянку похуже так что это так сказать практически равносильные ножи по крайней мере в китайском исполнении вот обух у него у милитари потоньше меньше потолще вот поэтому и соответственно вот так вот его и строгать поудобно вот и еще раз повторюсь кому нравится такая форма можете смело заказывать собран очень качественно и и точно не разочаруетесь от себя могу добавить только то что жду когда еще раз повторюсь когда китайцы переиздадут оригинальную пику от бенчей полегче чтобы она была полегче все-таки достаточно тяжело у меня были тонкие штаны летние было достаточно тяжело выносить чувствовался в общем милитари даже был полегче но все-таки хотелось бы еще где-то 100 грамм вот ну собственно говоря все сказано выбор за вами